Европа один из самых интересных космических тел в нашей Солнечной системе. Потому как под ледяной коркой объекта находится обширный океан, в котором воды может быть даже больше, чем в любом земном. Поэтому Европа представляет огромный научный интерес и планируется даже миссии к этому удивительному миру. Однако, судя по всему, сесть на спутник будет еще сложнее, чем считалось ранее. Поскольку некоторые части поверхности Европы, как оказалось, покрыты огромными острыми ледяными шипами, которые существенно затруднят высадку. Эти ледяные аномалии образуются в результате сублимации, процесса, при котором лед превращается сразу в водный пар, минуя фазу жидкости. Для их образования необходимы особые условия. Много света, а также очень холодная сухая среда, с отсутствием движения воздушных потоков. Как оказалось, на поверхности Европы сотнями лет формируются такие ледяные структуры. Использовав ранее собранные данные наблюдений, исследователи рассчитали уровень сублимации в различных регионах поверхности Европы, что позволило установить размер и распределение этих образований. Приняв во внимание различные процессы эрозии на Европе, такие как падение небольших метеоритов и облучение заряженными частицами, астрономы предполагают, что высота этих объектов может составлять 15 метров. Трудно себе представить ледяное образование в виде перевернутой сосульки с пятиэтажный дом, расположенный примерно в 7 метрах друг от друга. Можем быть уверены, что ничего подобного мы никогда не увидим. Вероятнее всего, эти объекты больше встречаются в экваториальных областях Европы. Наличие же ледяных образований могут подтверждать энергетические аномалии, которые отмечались ранее во время исследований поверхности спутника с помощью радаров. Как нам уже известно, подобные образования есть и на Земле. Они называются кальгоспоры или кающиеся снега и встречаются в сухих и холодных высокогорьях Ант. Изначально появляющиеся неровности на поверхности льда работают как положительная обратная связь. Углубление получается немного темнее, эффективнее поглощает свет и тает быстрее. В то время как выпуклости остаются яркими, и отражают большую часть излучения. В результате формируются высокие и тонкие ледяные возвышения. Но по сравнению с образованиями на Европе, это лишь ледяные коротышки. Возникает вопрос, почему же такая большая разница? Дело в том, что условия для образования на поверхности Европы гигантских кальгоспор идеальны. Во-первых, сама поверхность представляет собой сплошную ледяную шапку. Во-вторых, там очень холодно. Температура до минуса 165 градусов по Цельсию. В сочетании с другими факторами создается идеальная среда для сублимации. Вот так и получается огромные 15-метровые шипы. Мы и дальше будем вещать о космических новостях. Делайте это вместе с нами в соцсетях. Ссылки в описании. Исследователи отмечают, что для подтверждения наличия кальгоспор на поверхности Европы необходимы новые наблюдения с помощью более современных научных инструментов. К счастью, такая возможность представится довольно скоро. Аэрокосмическое агентство НАСА ведет разработку миссии под названием Европа Клипер, запуск которой должен состояться до 2025 года. Субтитры создавал DimaTorzok